Новосибирцы уже практически закрыли пляжный сезон. При этом одни для плавания выбирали специально оборудованные места, другие предпочитали дикие озера, пляжи и котлованы. Только вот цена появления таблички «Купаться запрещено», как правило, нескольких человеческих жизней. Недавно в садоводческом обществе «Облепиха» в котловане утонула 15-летняя Екатерина Козулина. Возможно, этой трагедии, как и многих других, удалось бы избежать, если бы людей предупредили об опасности заранее. 21 июля Татьяна Козулина вряд ли когда-нибудь сможет забыть. Ведь в этот день не стало ее дочери. Казалось бы, тогда ничего не предвещало трагедии. 15-летняя Катя вместе с подружкой в тот жаркий июльский день отправилась купаться на близлежащее озеро, которое по факту оказалось сомнительного вида котлованом. Ни одна, ни другая не умели плавать, они поэтому сюда и ходили. И вот они купались, когда подружка вышла музыку переключить, а она в это время в этот обрыв попала. Регина к ней подбежала, ну туда руку давай тянуть. На подмогу тонущей школьницы бросились несколько парней, которые отдыхали поблизости. Но было уже поздно. Катя скрылась под водой. Только на следующий день спасателям удалось выловить ее тело. Водолазы сказали, что она была на 2,5 метра в глубину. Они только зашли и тут же ее нашли. Вот сюда положили, она здесь лежала. Несмотря на то, что полиции и другими надзорными органами патрулируются такие народные места отдыха, это не обнуляет вероятность трагедии на воде. В период с мая по август 2015 года в Новосибирской области утонуло 40 человек. Из них 11 на территории города Новосибирска. Из 40 погибших 9 это дети. 5 из которых погибли в Новосибирске и 4 в сельских районах области. Чаще всего граждане тонут в озерах. При этом наибольшее число происшествий приходится на Новосибирский район. С 1 июля инспекторские подразделения ГИМС были переведены на усиленный режим работы, обусловленный ежедневным патрулированием мест массово неорганизованного отдыха людей на воде. В ходе патрулирования и рейдов проведено 879 проверок мест массово неорганизованного отдыха людей на водных объектах. Выписано два предписания главам администрации муниципальных образований области. Возможно, результатом одной из таких проверок и стала табличка «Купаться запрещено» около заброшенного котлована, в котором и погибла Катя. Он даже видно, что его повешали. Он даже прямо чистый еще, не запылившийся ничего. Когда вот это все произошло, этого не было знака. Но почему опасное озеро, где, к слову, по-прежнему продолжают купаться дети, открыто для общественного доступа? Этот вопрос мы адресовали председателю садоводческого общества «Облепиха», рядом с которым и находится злополучный котлован. По имеющимся документам я предоставлял эти документы. Котлован не относится к СНТ «Облепиха». Да, купаются там часто. До этого там вообще была нестанированная свалка, и никто ее не мог убрать. Только в этом году Первомайская администрация вывезли оттуда все отходы и заровняли землю. И закрыли блоками въезд к этому котловану. О природе происхождения опасного котлована председатель СНТ объяснил так. В свое время, насколько мне известно, были два человека, они сейчас существуют, которые собирались построить озеро, построить дома, облагородить. Но до сих пор, насколько мне известно, не могут получить землеотвод от мэрии. Одним из горя предпринимателей, о которых и упоминал Сергей Андреевич, был некий Владимир Пряхин. Там ситуация какая? Это старая протока болота была. Мы вообще члены облепихи. Но мы собрались и почистили эту протоку. Сделали для себя пруд. Пять лет добиваюсь, чтобы дальше почистить и все оградить. Но что в итоге помешало осуществлению этих глобальных планов? Сам пруд находится в собственности мэрии. Так все-таки облепихи или мэрии? Мэрии, конечно. Мы подали заявку на землю общего пользования по той стороне пруда. Ну и как бы и само озеро. Ну нам не дали. А вот согласно ответу мэрии, вопреки убеждениям Сергея Андреевича и Владимира Владимировича, земля с озером еще с 2010 года является собственностью садоводов. Эта новость вызвала искреннее удивление у председателя дачного общества. Сергей Андреевич намерен выяснить, почему информация в кадастровом паспорте расходится с ответом мэрии. Возможно, если бы принадлежность нехорошего озера прояснилась чуть раньше, то этой трагедии можно было бы избежать. А водоем давно бы стал официально разрешенным местом для купания. О том, что нужно, чтобы получить такой карт-бланш, мы выяснили у спасателя одного из городских пляжей. Приезжают сотрудники ГИМС, приезжают сотрудники МАС, приезжают санэпидемстанции, берут пробы воды. Чтобы было наличие спасательных плавсредств, наличие буйков, наличие кругов спасательных концов Александрова, журнал, чтобы заполнялся. Вот конец Александрова, вот этот спасательный круг, конец Александрова привязывается к спасательному кругу. Не купаться под шофе, избегать непроверенных водоемов и не оставлять детей без присмотра. Все эти заезженные до боли озвучные истины могут спасти чью-то жизнь. Но проникаться ими порой приходится у могильного холма.